Добрый день, меня зовут Кучер Антон, я директор веб-студии Метавэбар. И сегодня я вам расскажу о следующем этапе разработки веб-проекта, после того, как вы определили идею и выбрали подрядчика. Вторым этапом будет правильно обсудить детально с подрядчиком о том, как вы видите результат. И это должно лечь в проектную документацию. То есть функциональное задание, как это должно работать, техническое задание, как это еще называют, иногда это спецификация со списком страниц, которые должны быть на сайте, список функциональности, который должен быть разработан и на каких страницах должен находиться. Это концепты страниц, то есть визуально распределить блоки на страницах, для того, чтобы ничего не упустить. Вот такая разработка проектной документации, она обычно рождает очень много вопросов, и экспертный менеджер по проектам вам их задаст для того, чтобы ничего не упустить, и потом при сдаче не выявились никакие подводные камни о том, что вы думаете, что это логично, и так должно быть в вашем проекте, а на самом деле это нигде не описано, это не обсуждалось. Ну и логично, что в итоге вы этого не получите функционала в своем проекте. Поэтому, что я советую на этом этапе, это максимально детально влиться, подключиться к обсуждению проекта, потому что на этом этапе разработки проектной документации, в зависимости от того, сколько вы времени потратите, насколько вы детально объясните свое видение, зависит то, каким вы получите свой продукт через несколько месяцев, в которые этот продукт будет разрабатываться. Поэтому не ленитесь, уделяйте время обязательно, обязательно детально рассказывайте свое видение, и тогда вы не будете разочарованы в конце. Хорошего дня, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, мы на все отвечаем. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok